Hello! И с вами снова Helensi and Simple Cooking. Сегодня мы продолжаем тему глаголы на кухне. Verbs in the kitchen. Давайте повторим глаголы, с которыми мы познакомились с вами в прошлый раз. Wash – мыть. Rinse – это промыть, прополоскать. Wet – это смочить. Soak – это замочить. Dry – высушить. Drain – это высушить, например, с помощью душлага, то есть путем стекания воды. Strain – это цедить, фильтровать, процеживать. Dissolve – растворить. И dilute – разбавить. В прошлый раз мы с вами вскользь упомянули глагол clean – чистить, а сегодня мы рассмотрим подробно глаголы и выражения с ними для очищения различных продуктов. И начнем с фруктов и овощей. Fruit – and vegetables. Fruit – and vegetables. И это будет звучать так. Skin – это именно тоненькая кожица. Наша с вами кожа тоже skin. Если у нас с вами зеленый горошек в стручках, то нужен уже другой глагол. Shell. Shell – the peas. И в русском есть эквивалент – это мущить. Мущить – горох. Когда мы берем кочан капусты и нам нужно очистить его от кочерыжки, то будет такая фраза. Remove the core. Remove – это, наверное, уже второй по популярности глагол для очищения после peel – удалить. Core – это вообще сердцевина, но в данном случае кочерыжка. Remove the core. И слово core может быть также и глаголом. И получается core the cabbage. Очистите капусту от кочерыжки, удалите кочерыжку. Чаще всего дальше нужно эту капусту разделить на листья, так и будет. Separate leaves. Отделите листья. У некоторых растений есть стебли, которые нам не нужны в дальнейшем приготовлении, поэтому будет сказано так. Remove and discard stems. Удалите и выбросите стебли. Одно из значений слова stem используется с бананами. A stem of bananas – гроздь бананов. Ну, у меня тоже когда-то было a stem of bananas, но это единственное, что удалось сохранить для данного видео. Некоторые фрукты и овощи нам нужно очистить не только сверху от различных кожуры, но и изнутри, от всяких семечек и зернышек. Например, de-seed или seed the peppers and remove the veins. Peppers – это перцы, внутри которых содержатся зернышки, которые, естественно, нам не нужны. И очистить от зернышек – это seed или de-seed. De-seed the peppers and remove the veins. Ну, veins – это вена, но для перца это прожилки. То есть remove the veins – это очистите, удалите прожилки. Другое слово для зернышек – это peeps. И будет сказано take out the peeps. Удалите зернышки. Ну, это когда речь идет, например, о помидорах или о тыкве. Твердая косточка – это peat. И будет сказано, например, так. Rinse the cherries and remove peeps. Промойте вишни, черешни и удалите косточки. Слово peat само по себе также может являться глаголом. И будет написано так. Peat the olives. Очистите оливки от косточек. И дальше может быть продолжение. Be careful to maintain the olive whole. Будьте осторожны, чтобы сохранить оливку целой. Теперь переходим к хлебу. По сравнению с фруктами и овощами здесь, возможно, не так много операций. Например, remove crust from the bread. Crust – это корочка, да. Remove crust from the bread – это снимите корочки из хлеба. Или crumble. Мы с вами в прошлый раз разбирали слово crumbs. Да, хлебные крошки, либо мякиш. И буква B там не читалась. Но в остальных словах, производных от этого, буква B читается. И crumble – это покрошите хлеб. Теперь яйца. Eggs. Если они вареные, то нужно их почистить. И это два известных уже нам глагола. Это peel the eggs или shell the eggs. У яйца есть корлупа. Это shell по-английски. Поэтому логично, что здесь будет shell the eggs. Если яйца сырые, то их нужно разбить. Break the eggs. Для некоторых блюд нужно отделять желтки от белков. И это будет remove the egg yolk или extract the egg yolk. Отделите желток. Теперь рыба. Если у нас эта рыба целиком, то первое, что нужно сделать, это очистить ее от чешуи. И это глагол scale. Scale the fish carefully. Очистите рыбу от чешуи тщательно. И чтобы мы уже совсем хорошо очистили, будет написано так. Make sure there are no scales left. Убедитесь, что чешуек не осталось. Далее обычно предлагается отрезать плавники. Это remove the fins with scissors. Уберите либо отрежьте плавники ножницами. Вместо remove может использоваться trim off. Trim off the fins with scissors. Дальше жестче. Cut off the heads with a very sharp knife. Отрежьте головы очень острым ножом. И опять же, если рыбина целая, то ее нужно выпотрошить. И для этого нам нужен глагол gut. Gut the fish. Выпотрошите рыбу. То есть очистите ее от всяких внутренностей. И самый лучший совет, который дают книги рецептов, это Get the fishmonger to skin this cake for you. Смысл этой фразы такой. Пусть торговец рыбой очистит от кожуры ската для вас. Ну да, зачем напрягаться самим, если есть для этого специально обученные люди. И что касается морепродуктов, например, мидии. Как известно, они живут в раковинах. Раковина это shell. И чтобы очистить эти мидии от раковин, нужен глагол shell, известный нам. Shell the muscles. Очистите мидии от раковин. И последнее на сегодня это мясо и птица. И опять знакомый нам глагол remove. Remove the bones from the rabbit. Удалите кости из кролика. Bone это кость. А также есть глагол bone и его вариация debone. И он означает, в общем-то, то же самое. Удалите кости. Debone the rest of the meat. Лишите костей остальную часть мяса. Ну или снимите мясо с остальной части костей. Что, в общем-то, то же самое. Remove еще встречается в следующих фразах. Remove any membrane from the liver. Снимите пленку с печенки. Remove the rind from the bacon. Что такое rind? Ну, если мы возьмем какие-нибудь цитрусовые, например, grapefruit в данном случае, rind это вот это вот его кожура. Ну, аналогично у бекона нужно снять эту корку, кожуру. Remove the rind from the bacon. Снимите кожуру, корку с бекона. Если нужно ощипать птицу, для этого используется глагол feather. Как существительное feather это перо. Соответственно, как глагол это лишать перьев, ощипывать. Ощипайте птицу тщательно. Чтобы выпотрошить, можно использовать знакомый нам уже глагол gut, но также есть еще вариант empty. Опустошите, то есть выпотрошите. И что такое truss? Truss это когда у птицы до дальнейшего приготовления нужно связать крылья и ножки. Вот это и есть truss. Поэтому empty and truss the duck это Вы потрошите и свяжите утку. И самый интересный глагол на сегодня это dress. Например, нам встречается такое выражение. Dress the piglet. Что это значит? Отеньте поросенка? Ну, конечно же, нет. В кулинарном смысле dress имеет значение разделывать. Тушу животного, либо птицы. Поэтому dress the piglet это будет разделайте поросенка. На сегодня все. Мы с вами познакомились с множеством глаголов для очистки различных видов продуктов. В следующий раз мы займемся их измельчением и нарезкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok